Доброе утро, девочки мои! Я уже бегу за Настей. С утра была занята. И вот уже время впритык. Погодка сегодня преотличненькая. Я посмотрела до 20 градусов сегодня днём прогреется воздух. Но сейчас пока 14. Подела только лёгенькую курточку. В общем, очень-очень тепло. Вот. Ну, а я сейчас рвану по-быстрому. Не, я в принципе успею. Просто я обычно всегда выхожу чуть-чуть пораньше, так, чтобы не бежать. А так спокойненько прогулочным шагом пройтись и не спешить. Сейчас я спешу. Ух, классно! Ветра нету вообще. Теплы-теплы. Повчонки. Обалденная погода. А завтра у нас должно быть похолодание. Если верить прогнозу в Яндексе, завтра у нас уже резко снизится температура днём до 12. Послезавтра до 10. Ночью плюс 2 будет послезавтра. Ну, дожди. Завтра уже должны вроде как два дня быть дождь. А потом опять будет чуть-чуть потеплее, но уже не так тепло, как сегодня. Но всё равно где-то до 14-15 будет прогреваться воздух. И солнечно. Так что всё, бегу-бегу! Решила я выбрать эту сторону. Теневая сторона. Обычно я иду там по солнечной стороне. Вот. Потому что сильно тепло. И решила по тенечку пройтись. Деревья ещё стоят зелёные. Хотя некоторые жёлтый-жёлтый. Вот клён мне нравится. Я вчера даже остановилась, шла в школу и думаю, вот надо бы снять. Клён вообще жёлтый-жёлтый стоит. Золотой прямо. На солнышке он так переливается прям как золото. Ну, если не забуду, покажу. Всё, она всё забрала со школы. Так, мне ещё мальчика накинуть. Что там в школе норенько проходили? Ну, сегодня у нас, ну, не как обычно. Сегодня у нас были тесты по математике. У нас ещё сегодня я сегодня сначала обалдела, но потом я поняла, что мы это делать не будем. Потому что я помню, что вот мы пришли и там был вот такой вот такой вот прямоугольник и там был первый класс очень такие сложные задания. там что-то там один плюс один тысяча и мэ и нэ в общем. Я не знаю. Я не знаю зачем. Ладно, дома придём разберёмся, что там новое проходили. Ну, пока что вчера цифру 7 разбирали. Мы разбирали дома с Настюшей с Настюшей 3 плюс 4, 2 плюс 5, 1 плюс 6. Вот так вот разбирали. Выучили мы вчера с Настей стихотворение «До конца лукоморья». Вот. Осталось, ну, может быть, немножко где-то там подшлифовать чуть-чуть, но так мы уже вчера с ней... я тоже шёл чудо. Мы уже вчера с Настей его без бумажки, без подсказки вот от начала до конца вспомнили и друг другу рассказали, в общем. Сейчас девочки забежала в магазин, ещё хлебушка прихватила по дороге, чтобы уже с Настей в магазин заходить, потому что больше ничего не надо. И бегом-бегом прибежала, ещё успела даже поболтать там с знакомых встретила. Так что всё, сейчас спокойненько идём домой, на улице тепло, даже жарко, можно сказать. В общем, идём домой, ну, дома мы обычно сначала немножко отдохнём, покушаем, отдохнём немножко, а потом делаем уроки, там, что там, прописи, почитать, что-нибудь. А, уже ничего не задали. Сегодня ничего не задали? Нет. Ну, и хорошо. Значит, посмотрим, что-нибудь, чуть-чуть всё равно что-нибудь сделаем, отдыхать будем. Всё, покушаем сейчас. Девочки, хочу показать вам этот клён, жёлтый-жёлтый, смотрите, какой красивый. Мама! Красивый какой, да? Вообще, золотой. Люблю клён почему-то, почему-то, потому что то ли он такой красивый цветом, то ли из-за того, что листья большие. Ну, так смотрится он шикарно просто, жёлтенький такой. Всё, девочки, мы уже дома с Настей. Я что-то решила сегодня пожарить картошечку, что-то давно уже не жарила. Зашли в магазин, у нас рядом с домом рыбный магазин. И вот там была селёдка малосолёная или скумбрия. Я взяла скумбрию. А стоит она 39 рублей 100 грамм. Ну, вот это на 233 рубля рыба вышла. Большая рыбина такая огромная. Короче, будем жарить рыбу сегодня. Фу, картошку, картошку. Доброе утро, девочки мои. Ой, что-то я вчера пожарила картошку. Мы сели с Настей кушать. Рыбка такая вкусная была. Я уже, когда залезла в рыбу, руки испачкала и должна была... Хотела вам снять, что мы кушаем и что рыба вкусная, сказать, всё такое. А уже поняла, что руки в рыбе. Ну, думаю, ладно, покушаем потом. Потом, после еды мы решили что-то там отдохнуть. Каждое своим делом. В общем, короче говоря, девчата, о, сейчас дождь идёт. Я смотрю, а там сидят мужчины, кушают шашлычок под дождём с пивком. Молодцы какие. Ой, в общем, короче говоря, и всё. И потом думаю, потом, 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 что-то я и забыла. И, в общем, я вот сейчас в последнее время, знаете, начинаю блог снимать. Потом я что-то раз-раз и забыла. С утра ещё помню где-то. Потом думаю, на улицу выйду скажу. В общем, короче, что у нас. Погода, как я и говорила, сегодня уже испортилась. Дождик пошёл, стало прохладненько. И я вот уже с зонтом иду за нас и в школу. Кстати говоря, магазин, где я рыбку покупала. Вот он. Такой вот у нас магазинчик на светофоре. Хорошая рыбка. Малосолёная, вкусненькая. Зашла как себе домой. Что я хотела сказать? Батарею у нас затопили во вторник. Сейчас надо в жилу заскочить. Во вторник включили вечером батареи, а утром в среду выключили. Вчера целый день не было батареи холодной, а сегодня я думаю попробую-ка я верхнюю трубу. Верхняя труба горячая, а батареи у меня холодные. Ну и все кто подо мной живёт то же самое. В общем там надо просто сообщить в жилу там воздух спускает. Скорее всего там воздушный опрос где-то. И в то же время за Настей надо бежать. Ну вот хорошо, что у нас жилу сейчас перенесли сюда поближе. То есть по пути мне я мимо как раз живо прохожу. Что-то я последнее время стала туда очень часто нырять, потому что очень много всяких подготовок к земле нет на делах. То-то-то-то, коммунальщики что-то сгрушатся. Очень плохо работает, конечно. У нас много претензий, но я не хочу вам жаловаться на это дело. Пока. если они меня выведут из себя, я иной раз думаю, возьму-ка я сниму вот это все безобразие, выложу в Ютуб. Ну, честно говоря, не хочется мне мой канал. Ветер подул, не знаю, слышите меня или нет. Не хочется мне мой канал. В общем, этой темой гадить. Ну, посмотрим. Вот, возле дома затишье там было хорошо. А тут еще ветерок. Ну, прохладненько у нас. Завтра еще холоднее будет. В общем, начались дожди. Я так посмотрела. И следующая неделя будет вот такая вот. В общем, наступила осень самая настоящая. Все. Мобилита закончилась. Вся тепло закончилась. Вчера было очень хорошо. Плюс 20. А сегодня все. В общем, короче, вот так вот девочки бегу с Насей. Потом включусь. Все, девочки, мы уже домой пришли. Я смотрю на градусники плюс 11 градусов. И вот я смотрю, приехали мусор у нас тут собирать. Тут у нас свалка такая образовалась внизу. Чистый город писала, бесполезно. Сегодня написала утром на госуслуги. И вот они приехали. Только машинка у нас что-то у них маленькая. Мне кажется, они все не заберут. Ну, дай Боже, приехали второй раз и забрали. Посмотрим, что они тут оставят. Так, ну, а что у нас на обед? Картошка жареная оставалась. Немножко мяса у меня было залила. Я все это яичницей. И мы это сейчас дело все покушаем. С помидорчиком. Огурчики вот такие у меня солененькие. Настя говорит, будет огурчики тоже. Вот такой у нас будет обед сейчас. Всем привет! А что ты так тихо говоришь? Не слышишь? Всем привет! Все, тебе уроки сегодня задали? Нет, да, нет. Ничего не задали. Ничего не задали? Ну, значит, покушаем, будем отдыхать. Все, мы с Настей уже пообедали, машина уехала и, в общем-то, ну, убрали только с одного боку и то не до конца. Короче, тут еще две машины, наверное, надо, чтобы были. Приедут, не приедут, неизвестно. Будут они убирать дальше. А еще, что я хотела пожаловаться. Вот эта труба, которая сверху, это у нас отопительная труба, она горячая. А вот тут ниже уже все. Тут она холодная и батарея холодная. И, в общем, я вот из-за этого ходила в ЖЭУ, чтобы сказать, чтобы там воздух пришли, спустили. Но пока ничего не сделали. Доброе утро, девочки мои. День следующий. Плюс 9 градусов сегодня. Сегодня до 10 тепла. Короче, похолодало. Небо пасмурное, но дождик вроде бы не должен пойти сегодня. Похолодало. Мусор. Вчера машина приезжала два раза, но весь мусор не вывезли, еще много чего осталось. А я сегодня в окошко выглянула, смотрю, какой-то мужчина подъехал, пофотографировал и уехал. Надеюсь, что это с той конторы, с какой надо. И я надеюсь, что дальше, может быть, еще вывезут. Ну, посмотрим. В общем-то, впереди выходные. Сегодня, если они приедут, после выходных надо будет опять напоминать о том, что нужно тут мусор вывезти. А у меня холодная батарея, хотя у моих соседей у всех батареи горячие. Но у меня вверху горячая труба. В общем, не знаю. Сегодня надо будет опять зайти в ЖЭУ и опять им напомнить о том, что по моему стояку у людей у всех холодная батарея. А справа, слева у всех других батарея протопилась. Не знаю, что это воздушная пробка или может быть какая-то другая причина. Ну, пусть они там занимаются. Я сегодня с утра уже приготовила, сварила рожки и в мультиварке потушила куриное бедро, филе. Вот. В общем, все готово. Сейчас скоро уже иду за Настей и будем с Настей потом придем уже обедать. Все, девочки, вышла, я иду в школу. Зайду опять по пути в ЖЭУ. Вообще, вчера я прекратила снимать, потому что меня вчера уже начала накрывать от того, что я смотрю, что мусорщики мусор не весь вывезли. Батарея прошлась по соседям, у всех горячие, у меня холодные, хотя я вчера заходила в ЖЭУ, вызывала человека, чтобы проверил, запустил, пообещали, ничего не сделали. Поднималась по лестнице, подъезд помыли плохо. что еще? На прошлой неделе приходил человек из ТНС перепломбировку счетчиков делал. У меня, у соседки еще у кого-то, в общем, но у соседки я спросила, так же, как и у меня, счетчик теперь не отображается в личном кабинете, я обычно показания в личном кабинете сдавала онлайн, и сразу же оплачивала. Сейчас получилось так, что я открываю личный кабинет, а там написано прибор учета не найден, то есть как будто бы его у меня нет. Я звонила, спрашивала по телефону, который указан в квитанции, они ничего не знают. Говорят, вам нужно съездить на Буйнакскую там туда разбираться, я говорю, что с собой взять, возьмите паспорт и акт. Я говорю, какой акт, он не давал никаких бумажек. В общем, поезжайте туда, разбирайтесь. И меня вчера начало просто крыть от того, что коммунальные службы в разных отраслях, хотя это разные вообще, ну, наши ЖИУ, чистый город, ТНС, НРГ, все это разные, в общем-то, компании, но все работают очень плохо спустя рукава и везде нужно иметь время, нервы. Я не знаю, насколько я спокойный человек, но мне это все доконало, потому что вот куда ни плюнь, все везде нужно идти, доделывать, разговаривать. В общем, бардак полнейший. Короче говоря, у меня вчера вечером уже мысли думала взять отдельное видео, нафиг снять, даже если не выкладывать его на моем канале, просто хотя бы по ссылке в эти конторы просто пойти ссылку, отправить, пусть они посмотрят и пригрозить им, что я публикую. Может быть, это как-то воздействует, я не знаю. В общем, сегодня я немножко так отдохнула, в общем, успокоилась, думаю, ладно, надо набраться терпения, потому что от того, что я нервничаю, хуже только мне, а им всем кофигу. Так что надо набраться спокойствия и просто спокойно, монотонно, уперто сделать свое дело и все. ну, в общем, короче, не знаю, сейчас заскочу, немножко пораньше вышло, у меня немного времени есть, заскочу, сейчас спрошу, дозвониться нереально просто, вчера после обеда несколько раз пыталась дозвониться, а у них там автоответчик включает, наверное, что по техническим причинам, ну, телефон там не работает или что-то такое, хотя она говорит, чуть что звонить. Я говорю, вам нереально дозвониться. Ладно, идем. Фу, девочки, вышла я, прямо злая, призлая вообще, коровь. Мало того, что я специально выключила камеру для того, чтобы еще раз набрать номер телефона, вот этот вот телефон, который на ресепшене, там должна женщина, она абсолютно не занята была. Я подхожу к ней, говорю, а я сейчас говорю, к вам звоню. И что, вы мне говорили, что к вам всегда можно дозвониться. Ну, и что, почему трубку не берете? Вам невозможно? Говорю, вчера звонила после обеда несколько раз. Вот, короче говоря, мужчина там, кто он там, мастер или что, я сказала, говорю, батареи по стояку у меня холодные. у соседей горячие. Он говорит, ну, это, наверное, там воздушная пробка. Я говорю, ну, наверное, так что-то с этим надо делать. Он говорит, ну, я сантехника пришлю, ну, это ближе к вечеру. Я говорю, то есть, если ближе к вечеру он не придет, то, значит, выходные без отопления. Он, ну, почему? Я говорю, ну, как, ну, почему? Выходные-то вы не работаете. Вот. А у вас там нету крантика воздух спустить? Я говорю, у меня нету крантика. Говорю, у соседки есть? Мы вчера пытались, ничего там не спускается. В общем, короче говоря, я не знаю, там, блин, с двоечниками разговаривали, с кем. Какие-то, пожимают плечами. Ну, не знаю, ну, может быть, ну, в общем, как-то так, в общем, непонятно ничего. Я уже просто вспылила, я говорю, в конце концов, я говорю, я уже просто забодалась все время писать на госуслуги, в жилинспекцию, туда-сюда. Я говорю, я у вас тут примелькалась, свое дело к вам, забегаю все время, пытаюсь чего-то добиться. А я говорю, вы работать не хотите просто вообще. Я говорю, я блогер, я говорю, просто сниму видео и выложу на YouTube, сниму все косяки, которые у нас в доме есть. А там просто жуть. Я девочки, вот честно говоря, не хочу снимать, чтобы вы все охнете и упадете, там, что творится у нас. Вот. И ничего не добьешься, ничего не делаю. В общем, в итоге, я говорю, прославлю вас, ваши жил, как вы работаете. Просто на YouTube выложу видео и все. Все сниму, все безобразие, что творится. Я просто вам еще много чего не рассказываю. Потому что стыдно мне рассказать, в каком я живу, блин. Вот. Все, выдохнула, к школе я пришла. Ну, что, остается только надеяться на лучшее. Посмотрим, что они сделают сегодня. и что они, может быть, ну, за выходные, не знаю, вряд ли что-то сделается. Ну, сейчас, на данный момент, только, на сегодняшний день надежды только что пришлют, все-таки, с анкетника, что он там где-то что-то сделает. Вот. А если нет, тогда я прям даже не знаю. Я говорю, мы же не будем всю зиму с холодными батареями наш стоят. Он, да нет, конечно. В общем, какие-то странные люди вообще работают, не знаю. В общем, будем бороться дальше. Ну, что будет дальше, вы узнаете уже в следующих видео. А я сейчас видео хочу закончить, потому что, в общем-то, у нас сегодня ничего особенного не планируется. Погодка такая прохладная, но хорошо, что дождя сегодня нет. Я посмотрела, не будет дождя. Просто пасмурная сумма. Нормально, ветер так слабенький, в общем, не холодно. Вот. Поэтому я с вами сейчас прощаюсь. У нас сегодня обычный снастей день. Как обычно, придем покушаем. Что покушаем, я вам уже сказала. руки задали или не задали. В общем, что-нибудь поделаем. И, в общем, все. На сегодня я больше ничего не планирую. С вами я прощаюсь. Пишите комментарии. Ставьте лайки, кому видео понравилось. В общем, все как всегда. Ничего не буду напоминать. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok